Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести, Карачева, Черкесия. Изношенные водопроводные сети – проблема многих регионов России, но она успешно решается в нашей республике. Так, на территории станицы Кардоникской идет реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 82 километра. Подробности у Алибаташева. Шум работающей техники нарушает тишину тихого летнего утра. По улице Гвардейской идет прокладка траншеи для водопровода. Подрядчик работ – компания «Строймонолит». Старым азбестовым трубам, по которым сейчас осуществляется подача воды, около 60 лет. Их заменят на новые, пластиковые, с более продолжительным сроком эксплуатации и увеличенным диаметром. Мы прокладываем трубы диаметром больше, чем они вообще сейчас есть. То есть сейчас азбестовые трубы у нас 200-го диаметра, а там, где они 200-го, мы прокладываем 225-й. Это у нас 225-й идет центральная сеть. Оттуда уже по улицам у нас идет 140-я и 125-я. На данные трубы у нас 75 лет эксплуатации. Старые водопроводные сети, которым 60 лет, 56, 58, 60 лет, пришли в негодность. Из-за этого не хватает воды. Частые порывы происходят в станице. Из-за этого возникает недоразумение, недовольство людей. Максимально мы, как можем, ремонтируем, восстанавливаем. И все это ремонтируется, делается на благотворительной основе. Население Кордоникской составляет 7 650 человек. Благодаря включению населенного пункта в государственную программу развития сельских территорий, проблема водоснабжения, наконец, будет решена, говорят местные власти. Из водопроводных сетей, общей протяженностью порядка 82 километров, в этом году планируют заменить 43. Строительно-монтажные работы проходят в южной части станицы. В них задействованы три экскаватора, два погрузчика и бригада из нескольких десятков человек. Рядом со станицей Кордоникской проходит групповой водопровод Кордоник-Адыгехабль, 630-я труба. Оттуда будет нам подаваться чистая, прозрачная, соответствующая нормативам и ГОСТам вода. И это улучшит обеспечение и качество, и сымутся все проблемы, которые на сегодняшний день есть. Недовольство, некачественная вода, нехватка воды, порывы. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь 2025 года. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В ежегодном послании главы Карачаева, Черкесии Рашида Тимрезова Народному собранию республики, говоря о сфере образования, было сказано то, что сделано и предстоит. Итак, для решения кадрового вопроса в сельские школы республики по программе «Земский учитель» вышли на работу 52 учителя. Еще во всех школах внедрена единая модель профориентации. В текущем учебном году ею охвачены более 24 тысяч ребят, начиная с 6 класса. Появляются не только новые объекты образования, обновляется полностью инфраструктура, но меняется и их содержание. С 1 сентября будут введены и новые предметы, отметила министр образования и науки республики Инна Кравченко, выразив надежду, что они будут интересны детям, а педагоги станут проводниками в мир новых открытий и знаний. Основы безопасности и защиты Родины достаточно серьезный предмет. И несмотря на то, что сегодня период отпусков, наши педагоги по основам безопасности и защиты Родины будут проходить повышение квалификации, переподготовка. Переподготовка будет касаться тех педагогов, которые пришли из зон СВО и сегодня готовы работать преподавателями. Также урок технологии, который был в наших образовательных организациях, теперь становится уроком труда. Он также претерпевает серьезные изменения. Появляются новые модули, совершенно новые модули. Также все педагоги по данному предмету будут проходить повышение квалификации. Приоритетные задачи и основные проблемы комплексных географических исследований на Северном Кавказе. Развитие экологического туризма, создание информационной системы для формирования правовой базы по развитию горных регионов России. Эти и другие важные темы обсудили ученые со всей страны и зарубежья на Всероссийской научно-практической конференции на базе Тибердинского национального парка. Из курортного города репортаж Аллы Динаевой. Это 10-я юбилейная конференция Северокавказского научного сотрудничества. И уже в четвертый раз она проходит в Тибердинском нацпарке. Я рад вас очередной раз видеть вообще и здесь конкретно. Благодарю руководство Тибердинского национального парка, которое однажды запустил нас сюда, к себе. Большое вам спасибо. 10 лет назад создали небольшое содружество, в которое по желанию могут входить все желающие и страждующие развития охраны горных территорий. На сегодняшний день членов СКНС чуть больше 70. Очень приятно, что в этом году у нас еще прирастают коллегами наше сообщество. И уникальность его в том, что подключаются специалисты самых разных направлений. Эти мероприятия проходят ни день, ни два, целую неделю. Первые несколько дней у нас происходят научные экспедиции. Это и радиальные выходы по окрестным ущельям и горам. И вот последний день-два, вот сегодня-завтра мы будем обсуждать все, что мы видим, какие изменения с прошлого года происходят. И постараемся выработать какие-нибудь рекомендации, мероприятия на сохранение природы именно в горных условиях. Ученными нашей республики рассматриваются географические и экологические проблемы, которые наиболее насущны на сегодняшний день. И лаборатория, которая является подразделением КЧГ, занимается комплексным геоэкологическим мониторингом территории всей республики. Вода в реке Большой Зеленчук стала чище, значительно чище. Затем, значит, вот в районе Домбаи, то же самое, там, где не совсем, как бы, в полную мощность работают очистные сооружения, там то же самое, немного, значит, вода улучшилась в состоянии воды. Количества метеостанций у нас крайне мало, чтобы сделать полноценный прогноз. Это одна из проблем, которая волнует ученых. Нужно верить ученым. Политики верили этому. Но пока сами ученые, они имеют недостаточную базу финансирования, есть существенные проблемы с уровнем образования, с исследовательскими условиями, обеспеченность, скажем, техникой для проведения исследований. Поэтому вот на эти проблемы и обратил особое внимание. В рамках Всероссийской конференции ученые провели мониторинговые наблюдения за верхней границей леса, а завершились обсуждения круглым столом и принятием резолюции. Аладинаева Мухаммед Ашибуков, Вести, Крачево-Черкесия, Тиберда. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза в отдельных районах, сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Днем в горах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, в горах местами плюс 9, плюс 14. Днем плюс 26, плюс 31, в горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. В северных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременная дождь, гроза. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21, днем плюс 29, плюс 31 градусов. Ожидается высокая пожароопасность. Быть вместе и в горе и в радости – признак любви, крепкой семьи и верности. Семья Нахушевых из аула Либердуковский отпраздновала 54 года совместной жизни. Как сохранить брак на долгие годы, воспитать достойное поколение. Своими секретами семейного счастья Чита Нахушевых поделилась с Майей Хамдоховой. Прожить в любви и согласии 54 года. Немногие пары могут похвастаться таким супружеским стажем. Семья Нахушевых яркий и достойный пример того, как сохранить семейные узы и передать свой жизненный опыт молодым семьям, которые только начинают жить. Мухаммед Хамзетович и Таибат Хусиновна принимали поздравления от самых близких и родных им людей. Что бы ты хотела пожелать своему дедушке и бабушке? Чтобы они были всегда здоровые, счастливые и жили долго-долго. Я часто приезжаю к бабушке и дедушке. Что вкусненького готовит тебе бабушка? Кричины и блинчики. Поздравления Нахушевы принимали дома, в ауле Алибердуковский. В рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности поздравить супружескую пару с таким знаменательным событием и вручить им почетные грамоты прибыли представителей районной и сельской администрации, управления ЗАГС Хабесского района, представителей общественного движения Адыга Хаса. Сегодня нам выпала такая честь оказаться в семье Нахушевых и поздравлять Мухаммада Таибад от имени главы администрации Хабесского муниципального района, от себя лично и от коллег поздравляем вас. Глава семьи Нахушевых Мухаммед Хамзетович поделился главным секретом крепкой и дружной семьи. Нужно радоваться каждому дню, уважать друг друга и быть преданным. Без любви невозможно построить крепкую семью. Она – основа всего. Делится личным опытом Мухаммед Нахушев. Браки – это согласие между собой. И любовь тоже есть, конечно. Перед любви тоже не будешь жить. Конечно, внуки радуют, даже правнуки есть у нас уже. Они тоже радуют. Когда приезжают все вместе, мы веселимся и барашку режем. Старшее поколение – пример всем молодым. Трудолюбие и терпение – вот основные качества, которые необходимы, рассказывает хранительница очага Таибад Нахушева. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкетия, Хабейский район. Одним из любимых мест отдыха жителей Карачаевска является открытый бассейн, находящийся в южной части города. Сотни взрослых и детей находят в нем спасение в жаркие летние дни. Но в этом году сезон купания откроется гораздо позже, чем обычно. Чем очень расстроены жители Карачаевска, в причинах разбиралась Амина Артабаева. Бассейн открытого типа в южной части Карачаевска функционирует уже около восьми лет. В этом году было принято решение произвести капитальный ремонт объекта. Под воздействием агрессивной окружающей среды здесь старое покрытие бассейна начало деформироваться. За счет морозов, таяния, потом замораживается, лед привел в плитку, в негодное состояние. Это старое покрытие полностью снято, отремонтировано, залито основание бетонное заново. Все провели, подняли двери пластиковые, подняли все покрытие, заменили это все. Дальше будет устанавливаться искусственное покрытие. Рулоны искусственного покрытия уже приобретены. Также по периметру будет установлена террасная доска, которая позволит снизить риск падения, не будет нагреваться на солнце и, самое главное, не будет напухать от влаги. Отдел по физической культуре и спорту Карачаевского городского округа также принимает меры для личного комфорта посетителей бассейна. По просьбе жителей у нас разграничены женские дни купания, мужские дни купания. И для этого мы также по просьбе установили эти ограждения, чтобы было комфортно жителям посещать этот бассейн. Завершить ремонт данного объекта планируется совсем скоро, уже через неделю. По словам Альберта Сарыева, большая часть ремонтных работ выполнена. Больше всего открытия любимого бассейна ждут дети. Я жду, чтобы открылся нижний открытый бассейн, потому что там очень классно купаться, и там температура нормальная. Когда он пришел в негодность, я очень расстроился. Мы уже все вместе месяц ждем, пока его откроют. Бассейн очень крутой, он нужен для города, так как в жаркую погоду он освежает. Очень было грустно, когда его закрыли. Но ждем, не дождемся, когда он откроется. Вот даже сегодня хотели пойти посмотреть, он открыт или нет. Походы в бассейн являются очень полезным занятием. Они помогают улучшать дыхательную и нервную систему, а также поддерживают мускулы в тонусе. Регулярные тренировки могут помочь человеку долго оставаться здоровым и красивым. Амина Артабаева, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Спортивные вести. Денис Бачаев стал победителем Кубка Азии подзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в весовой категории плюс 100 килограммов. Соревнования являются одним из этапов отбора на юниорские первенства Европы и мира, которые пройдут осенью в Эстонии и Таджикистане. Тренируют спортсмена Александр Власов и Суслан Пастанов. И последнее завтра, 10 июля, в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи по адресу Черкесск, улица Засохова, 18, планируется консультация семей по всем интересующим вопросам. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин